ну дальше учеба вот такая учеба друзья приходит письмо полина бойтова здравствуйте это липкая лента от муравьев в этом году дала росток снизу а сама не цветет в том году сильно плодоносила вот эти подпорки чтобы не сломалась от яблок смотрите она ставит подпорки чтобы не сломалась и ставит подпорки мертвому дереву я ничего не напутал последний вдаль вы видите что это уже давно я а минутка ну да письмо было в июне то есть это уже лето но может быть фотографии было сделано раньше но вы видите что уже давно все это 99,9 процента уверенности что это мертвая яблок когда я вижу это липкая лента допустим вот это она ребята это учеба ну сколько мы можем позволять людям калечить эти чертовы это защищая от главных защитников муравьи которые лазят по деревьям они защищают деревья когда это будет вот связались с тлей который можно опрыскать только появилась пшиктовую нету еще раз мне чтобы не трогать муравьев не хватает ампула 2 миллилитра или 5 миллилитров сейчас помню я уже будет несколько лет как я перестал вот для питомника недавно сергея купил ампулу сейчас аллатыр аллатар аллатар да по позади зашел на боку а на это вот это вроде это вот я ему купил для питомника там надо вот сам не пользуюсь много лет так вот смотрите видите мне запретили клятся я не клянусь все равно поверите итак разделяем проблему с тлей от муравьев и что получается если бы она это знала дерево было бы живо как это случилось смотрите ниже белая белая лента наверное это она наверное она липкая наверно она не пускала муравьев дерево погибло как раз потому что она придумала как не пускать ниже дерево живо выше сгнила кора почему я клянусь что нет больше оклятся нельзя больше наиболее вероятная версия что если мы и она а смотрит ли она и понятия не имею она письмо написала да вот что я три таких случаях говорю в двух словах обезьян дальше говорю обращаю дальше подробнее будет вебинар и вот он подробный вебинар смотрите если размотаем скорее всего увидели что там давно все сгнило а так как давно все сгнило дальше выше не пошла сок не пошел это миллиметры под корой понимаете это миллиметры всего живого по которому движется сок вот миллиметры и дерево мертво теперь скажите что на немерту еще добавляю что тут мульча что наверняка но яблони не терпят до поры до времени но если я вот тут разгорну и тут увижу что уже начало гнить нельзя никакой мульчи а то моду взяли мульча 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 вот смотрите еще раз для защитила вот все боялась ветки обломать вот сказать идея мог набрать видя мертвое дерево вот чтобы не сломалось от яблок ну я в таких случаях раз было письмо я ответил письмо кроме вот этих слов я же еще и отвечаю переписка переписки я написал не совсем понятное письмо я вижу искалечный штамп видимо от этой самой липкой ленты а вообще защищать от муравьев губить деревья вот жалко сейчас я не запомнил ничего вот мой мой новый друг новый потому что он мне задал вот он да слава богу что он у меня заказывает сейчас две электронные книги по 500 рублей оплатил их тут же но главное то не это главное то что он успевает дальше он будет все работать по железо готовы заказать свежие косточки на холмике будет делать ручной песок прокалит хотя я не говорю что прокалывать купит но все и вот у меня рядом тут же начинали разговор с ватсапой тут и ватсапе другой он не задал несколько десятков вопросов вот и у него интересного вопроса он хочет так я не буду потому что вдруг обидится от моего этого я сипами не цитирую вот смысл такой а вот все равно как бы вот чтобы все таки взять тут перемешать перегноем и прочими добавками присвольный круг а я ему отвечаю какой к черту при ствольный круг перемешаю когда под землей сложившаяся экосистема вентиляция канализация аэрация вот все пропитана этими самыми в общем мы все это проходили не дай бог прикоснуться к те это хоть один червяка разрезать не дай бог ничего не все цель вот как есть подошел на цыпочка высыпал сверху дерна я извините что это самое для некоторых из вас это восьмой раз показываю а кто-то три раза слышал тережку с дерном лучше если далеко близко нет целую лекцию сядь не буду короче образа тережку с дерном высыпал ниже почва вся целая в этот дерн посадили столько сколько выкопали ямку ровно под корни вся посадка секунды а помните потом человек который написал у меня 6 гектаров и счастья а теперь представим себе тут я видел фильм большой участок они сорок минут копали яму говорили один снимает двое копает говорят копать не тоже медленно разжевывать а вот 40 минут они яму копали а у того 6 гектаров счастья а почему 40 у них рядом стояла это пол куба того пол куба того огромная яма все это надо было высыпать ямы на друг ужас а у нашего товарища с вами 6 гектар счастья я показывал все за 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 23 секунд посадил дерево показал кучка была 20 метров земли яму копал под под бытовые отходы и варуч и вас учу советую все туда это же будущее пищи и вот тережку раз высыпали ямку сажись посадил притоптал полю минуты не прошло вспоминайте было вот тогда будет 6 гектар счастья они 6 гектар каторги на уровне той самой зачем сибирь совали вот и так есть два варианта вовремя начать вот и тогда как тот говорил этот самый фокус и побудет вам счастье идем дальше